В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фолькс. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть, вот меня. Сегодня мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас застряхована, это у нас будет ослабление фолькса на П-отгибке и ослабление фолькса на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно 15 дней. В оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фольксовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Редактор субтитров А.Семкин Линия сопряжения у нас сверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. На прошлом занятии мы подготовили бумажные выкройки. Мы сделали из них типовой узел, лежачий фальц в складку. И теперь наша задача перенести все наши выкройки на металл. Перед нами сейчас выкройка картин. Она состоит из двух частей. Верхней части и нижней части. Нам нужно перенести то, что справа, наверх. Вот эта часть, где у нас и малая отгибка. Там, где у нас снизу 35 мм. Но здесь все показано. До начала наших чертежей мы сейчас берем нашу бумажную выкройку, полностью отогнутую. Это у нас нижняя картина, лежачий фальц в складку. Вот так она выглядит в собранном виде. Конечно, здесь 250 мм посередине у нас условно. И вот у нас из двух картин состоит наш узел. Нижнюю картину мы прижали линейкой, а верхнюю мы устанавливаем. Вот так вот выглядит в сборе наш узел. Сначала все делаем на бумаге. Для того, чтобы нам на металле уже делать без ошибок. Для того, чтобы нам тоже на металле было все понятно, нам нужно сейчас провести малую и большую кромки. Для этого мы используем металлическую линейку. И понадобится нам еще шаблон. Из ватмана мы его сделали. Шаблон профиля картины. Для того, чтобы нам было удобно работать. Потому что проводить все время линии 35 мм, 45 мм. профиля картины. Малая отгибка, большая отгибка. Или унтерфальс, оберфальс. Нам все время требуется размечать. Здесь мы применяем шаблон профиля картины. Сначала нам нужно установить его, как в данном видео, сейчас сверху. Сейчас будем откладывать большую отгибку сверху. Удобно очень. Проводим сначала черточки сверху. И сразу устанавливаем, чтобы все было по линии горизонтальной. И теперь мы делаем малую отгибку. проводим черточки нижней части картины. Таким образом мы измерили. У нас получается экономия времени. И теперь то же самое мы сделаем справа. Прикладываем наш шаблон. профиля картины. И то же самое делаем теперь с правой стороны. Прикладываем, выравниваем по линии горизонтальной, чтобы все было ровно. И прочерчиваем наши метки. вот первая, вторая, третья метка. Это сверху. То же самое делаем теперь снизу. Выравниваем по линии горизонтальной и и прочерчиваем и прочерчиваем черточки. Теперь нам это все нужно соединить линии. Делаем это мы при помощи линейки. Ну, так как у нас картина здесь в учебных целях небольшая, поэтому мы используем линейку металлическую 500 миллиметров. Соединяем две точки и проводим линию. Таким образом мы делаем разметку картины и у нас размечен малая отгибка 35 миллиметров. Она у нас внизу. Теперь приступаем к разметке большой отгибки или оберфальс. Как мы помним у нас большая отгибка 45 миллиметров. Поэтому сейчас мы проводим первую линию по намеченным черточкам. Вторую линию главное ровно соединить все черточки. Дать припуск на толщину грифеля карандаша, чтобы все наши линии черточки совпали. Проводим заключительную линию. теперь у нас готов наш размер 45 миллиметров профи картины. Разметили картину при помощи шаблона профи картины и прикладываем теперь нашу выкройку для того, чтобы нам отметить сразу вертикальные линии. Вертикальные линии у нас будут если начинать слева 50, 250 и 50. ну так как мы сделали из ватмана шаблон у нас он весь размечен тоже и мы по нему так как у нас есть уже наш профиль линии будем так говорить и сейчас нам нужно отложить вертикальные линии по шаблону шаблон мы сделали для того чтобы нам сэкономить время и не тратить его на разметку по новой нашей картины уже в металле поэтому просто прикладываем наш бумажный шаблон из ватмана вот мы сейчас откладываем 50 миллиметров слева это у нас будет первая линия гиба теперь мы откладываем 50 миллиметров и откладываем 250 миллиметров прочерчиваем по шаблону все линии положили 50 250 и 50 миллиметров и теперь обводим по шаблону все что у нас за линией теперь это нам нужно будет потом отрезать вырезать то же самое делаем в верхней части прикладываем наш шаблон проверяем все ли у нас совпадает и то же самое делаем уже сверху проверяем проводим косую линию и проводим по шаблону горизонтальную линию четко по шаблону по бумажному шаблону то что у нас за линией мы это все будем вырезать откладываем наши линии гиба первая вторая внизу таким образом мы разметили нашу картину при помощи шаблонов работа с шаблонами очень важно потому что для начинающего очень сложно это все держать в голове и нужно как-то тренироваться вот таким образом и надо тренироваться соединяем две черточки это у нас будет первая линия гиба это у нас будет кромка 50 мм далее у нас пойдет вторая линия гиба это то что мы к этой кромке 50 прибавляем 250 мм 250 мм и следующая у нас линия гиба к этой линии прибавляем 50 соединяем две точки и проводим линию вот у нас три линии вертикальные это три линии гиба проверяем теперь по нашей выкройке здесь у нас 50 миллиметров обозначим 50 миллиметров от этой линии 250 миллиметров так и запишем 250 миллиметров и здесь у нас 50 миллиметров заштрихованную часть то что у нас получается за линии мы будем подрезать это мы пометили снизу и теперь сверху заштрихованная часть то что у нас на выкройке желтым это мы будем вырезать вырезать будем ножницами в принципе для этого подойдут любые ножницы но короткий рез лучше делать ножницами подрезными рычажными подрезные ножницы они имеют соответственно насечку на лезвии и не скользят по металлу поэтому на прошлом видео подробно мы рассматривали как ими работать ну а сейчас вот можно будет это все смотреть как это можно сделать на металле как и так как потом это